Я думаю, вы все обратили внимание, как много стало камер по городу. И причем не только за скорость, но и за красный свет, несоблюдение разметки, не там остановился, не там припарковался. И этих камер становится все больше и больше. И вот что самое обидное, штраф может получить даже аккуратный водитель, который ну ничего не нарушал. Приходишь домой, оп, уведомление, тебе новый штраф. За что? И вот вы, кстати, знали, если вы передвигаетесь на автомобиле с прицепом, то вам может прийти за одно нарушение два штрафа. Как на автомобиль, так и на сам прицеп. Что делать, если штраф пришел, а вы уверены, что он не ваш, он не правомерный? Нужно будет обжаловать. А вот здесь очень сложно в этом выникать, во всем этом разбираться. И вот тут-то как раз, друзья, к вам и придут на помощь ребята из клик-сервиса. Они создали крутого бота, который поможет вам обжаловать любой такой штраф. А их автоюристы помогут в спорах со страховой или при ДТП. Ты можешь просто купить подписку за 199 рублей в месяц. И оспаривать через их юристов все штрафы, которые тебе кажутся подозрительными. И это будет гораздо дешевле, нежели чем оплата даже самого маленького неправомерного штрафа. И даже дешевле бензина, который вы потратите на то, чтобы самостоятельно объездить все инстанции, доказывая свою правоту. Друзья, вот я вам действительно рекомендую, перейдите по ссылке в описании и установите себе бота. Вот сегодня ты скажешь, я езжу аккуратно, он мне не нужен. А когда ты, не дай бог, куда-то вляпаешься и ты увидишь 5000 штраф за неправильную парковку, которую ты, допустим, не совершал, ты будешь просто кипеть, гореть и будешь думать, как это все обжаловать. Отмечу, что сервис свежий, он совсем недавно запустился. Поэтому, возможно, какие-то баги вы заметите. Но помните одно, что ребята над ним работают постоянно. И каждую неделю у них будет выходить обновление, если такие баги будут появляться. Рассказывать вам о том, что камер будет становиться все больше и больше, я считаю, ненужным. Вы все об этом прекрасно знаете. Поэтому ссылочка на Клик-сервис ждет вас в описании. Для всех вас есть дополнительная скидка в виде 10%. Промокод ждет вас там же. Поэтому переходите, устанавливайте и при необходимости пользуйтесь на здоровье. Клик-сервис ждет вас в описании. Друзья, всем привет! Вот и пришел этот день. И к нам на канал приехал первый китаец на обзор. Сегодня мы с вами познакомимся с автомобилем Geely Coolray, он же SX11. Также мы с вами познакомимся с его владельцем. И спросим его, почему он выбрал себе китаец. Почему он не купил себе Крету, Селтас, Карок. На дворе сентябрь 2020 года. Базовая версия подобного автомобиля обойдется вам примерно в 1 миллион 200 тысяч рублей. В нашем случае комплектация предмаксимальная. Она стоит 1 миллион 470 тысяч рублей. Самую топовую версию можно купить по цене примерно 1 миллион 550 тысяч рублей. Почему примерно? Цены постоянно меняются. Соответственно на рынке происходит ажиотаж. Несмотря на то, что казалось бы в стране кризис, люди машины скупают очень быстро. Многие дилеры машину продают с доп. оборудованием. Но обо всем по порядку. Сейчас мы с вами детально познакомимся с автомобилем. Посмотрим, что он из себя представляет за эти деньги. Пообщаемся с владельцем и сделаем выводы. За вот этот автомобиль владелец 2 недели назад отдал 1 миллион 500 тысяч рублей. Это комплектация флагшип. Сюда же дополнительно входила бронь, фар, антикоррозийная обработка, коврики по салону. Вот смотрите, друзья, вот как вам внешний вид? Общаясь с ним, он говорит, люди постоянно подходят, спрашивают, это что вообще за тачка-то? Потому что с одной стороны силуэт где-то узнаваемый. Лично я, знаете, так сбоку немножко увидел какие-то отголоски Креты. Потому что это непосредственно конкурент для Креты, для Селтаса, для Корока. Сами производители выставляют эту модель как молодежную. Направленную исключительно на молодых, горячих парней, девчонок, молодые семьи. Когда мы смотрим на переднюю часть, мы, например, с оператора увидели здесь Камара. Когда я делал публикацию в инстаграм нашего канала, кто-то увидел в оптике новую оптику от BMW. Если мы будем смотреть и сравнивать, что мы получаем за эти деньги, парни, полностью светодиодная оптика. Вы скажете, да кого-то этим сегодня удивишь, но в целом ты сразу получаешь хорошую оптику. Также противотуманки тоже диодные. А дальше, смотрите, просто как собрана морда. Интересно, здесь у нас идет нижняя губа, но я бы ее назвал сплиттером, которая сделана под карбон. Соответственно, в комплектации Sport будет у вас еще и зеркала сделаны тоже под карбон. Спойлер тоже будет сделан под карбон. Но такой внешний вид будет интересный, разница там примерно 50 тысяч рублей. У нас идет система кругового обзора. Вот казалось бы, смотрите, если взять там Toyota Camry, Mazda 6, подобного автомобиля плана. У них в топовых версиях круговой обзор просто на оценку 2 балла. Ну ладно, фиксим, 3 с минусом, потому что все размыто. И здесь же, друзья, когда ты включаешь круговой обзор, это просто настолько все круто прорисовано. Даже не верится, что ты получаешь это за эти деньги, потому что, как правило, уже подпривыкнув, да, разводят постоянно. Даже уже корейцы все это включают в топовые версии. А здесь, ну, тоже, по сути, топовые версии, но за эти деньги. А вот здесь начинается щепетильный момент. Если ты хвалишь китайца, значит что? Значит, тебе проплатили. Тебе дали бабок, все, ты купленный. Друзья, вот этот автомобиль непосредственно владельцы. Никто мне его из представительств не давал. Хотя ранее, когда выходили ряд новинок от других производителей, мне предлагали делать обзоры за деньги. Я от этого отказывался, но кто из вас, особенно из негативных комментаторов, в это поверит? Конечно же, я выдумываю. Вот важный момент с ценой. Очень часто можно встретить комментарий, да за полтора миллиона, да нахрена нужен, пошел он в жопу, это слишком дорого. При этом есть базовая версия, которая будет стоить, ну, примерно миллион двести. Не забывайте о том, что правильно вы многие отмечаете, что с каждым годом это мы становимся беднее. Потому что курс доллара меняется по отношению к рублю. Вот давайте сделаем с вами простую математику. Берем полтора миллиона и делим на 75 рублей. Вот текущий сегодняшний курс. Получается так, что этот автомобиль стоит 20 тысяч долларов. Если мы 20 тысяч долларов умножим нам на те же самые 35 рублей, как это было когда-то, то эта машина бы стоила 700 тысяч рублей. Ну ладно, фиг с ним, 800 тысяч рублей. Но не забывайте о том, что и все другие автомобили автоматом по такой же схеме нужно считать. Здесь есть хитрость от китайца. Для того, чтобы давать красивые ценник а-ля миллион четыреста семьдесят, психологическая цифра, они сэкономили на том, что не поставили на автомобиль полный привод, и они поставили сзади балку. Соответственно, если бы там было бы много рычажек и полный привод, ну, как минимум, тысяч двести к цене нужно прибавлять. А, соответственно, топовая версия спорт, которая у них идет, она бы уже стоила миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей. Ну, примерно так. И вот, чтобы не было вот этого ля-ля тополя, давайте познакомимся с владельцем, выделим ему пять минут и послушаем, за что он выбрал этот автомобиль. Владелец автомобиля Сергей. Серег, привет, спасибо большое, что предоставил автомобильный обзор. У тебя до этого была Kia Rio. Ты рассматривал, естественно, конкурентов. Ты не смотрел сначала на китайцев, ты смотрел на корейцев типа Seltos, Creta. Как получилось так, что ты купил себе китайца? Начал смотреть видеообзоры, соответственно, по Seltos. Много пересмотрел, и в одном из обзоров я увидел вот этот автомобиль. До этого вообще не знал, что... Ну, марку я, в принципе, слышал, но не так, как бы, часто она слышалась. И меня этот модель заинтересовал, начал уже про нее смотреть. Внешне она мне больше симпатизировала, и в салоне, соответственно, тоже было что-то новое. Я ездил, я смотрел Seltos. Это был тот же Rio, только в новом дизайне. То есть, ну, не чувствовалось что-то вот... Мне хотелось красочного, нового что-то. То, что это китаец, вот просто есть корейцы, а есть китайцы, тебя это никак не смущает? Джили, Колрей, вообще SX-11? Ну, чуть-чуть смущало сначала, но дался как бы технические характеристики, и этот момент он немножко уже... Автомобиль построен на платформе BMA, аббревиатуру я вам вывожу на экран. Простыми словами, он разработан совместно с инженерами компании Volvo. То же самое здесь и с мотором. Его аббревиатуру я вам также вывожу на экран. Мотор, в принципе, свеженький, и, соответственно, он ставился на версию XC40. Это трехцилиндровый мотор, который выдает 150 лошадиных сил, официально по паспорту заявлено. 255 здесь крутящего момента, работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, как говорят, с мокрым сцеплением. Некоторые говорят то, что это хреновенький мотор, трицилиндровый, ну, то есть люди хотят видеть четырехцилиндровые моторы. На самом деле, вы вспомните, Мерседесы, BMW, там давным-давно ставятся трехцилиндровые моторы. Вот этот автомобиль совсем свежий, здесь пробег 1600 километров. Сейчас бортовой компьютер показывает средний расход по Москве в спокойном режиме 8 литров на 100 км. Питаться он готов, как заявляют производители, 92-м бензином. Но, как правило, все советуют, естественно, в нашей стране плохое топливо лить лучше 95-й и далее. Вот посмотрите, как сделано. Все закрыто, да, пластиковыми кожухами, все красиво. Некоторые люди, бывает, отмечают такой момент, что вот здесь, допустим, горловина для заливки масла. Вот как ты будешь, да, сюда подлазить, там, открыть? На самом деле, вот здесь вот эта штучка, заглушка, если ее на себя подтянуть, сейчас ее можно легко снять, то есть у вас будет большой доступ к маслу. То же самое происходит здесь и то же самое у нас происходит здесь для омывайки. Все это можно аккуратно снять, поймите правильно. Если психовать, начать тут что-то дергать, ну, понятное дело, что все это будет шататься, это все можно оторвать. Если вдруг на китайце что-то сломается, то сразу что? Ха-ха-ха, это же китаец! Давайте с вами вместе вспомним. Вот была у меня когда-то Mazda 6. Там, например, облазили диски, у некоторых людей там ломалась коробка, там были проблемы с роликом натяжителя ремля, там были проблемы по зеркалам, там были проблемы с рулями, там были проблемы с салоном. Это все облазило, людям это меняли по гарантии. Это только про Mazda 6. Давайте вспомним VAG Group. Ну что, у них никогда не было проблем с коробками, у них никогда не было проблем с масложором? Это словно рэп, прям раунд, ауди, там, допустим, проблемы были с электрикой. На дорогих автомобилях типа BMW, трехлитровые моторы, бывало, заклинивали у людей на ходу при пробеге там 100 тысяч километров. Ну что, у них этого никогда не бывало? Легендарная Toyota Land Cruiser, там, Prado или 200, вспомните систему KDSS. Это дорогущая система, ну, то есть она идет в топовых версиях, но при этом ты, покупая автомобиль, мог однажды прекрасным утром увидеть, что у тебя машина закошена. Приезжаешь к дилеру, а это нормально, в договоре это прописано. Андрей, я, Андрей, сколько раз нам показывал ролики, то, что у всех абсолютно автомобилей есть косяки. Но почему-то, когда речь заходит про китайца, мы про это сразу забываем. Вот, китаец, если у тебя что-то облезет, если у тебя что-то отвалится, то ты китаец. Вот сейчас начинается самое интересное, да сколько она проедет, да эта машина, их не так давно продает на рынке, там, буквально полгода, да она развалится, да неизвестно, что с этим мотором будет, да этот робот нахрен нужен, вот это стандартная история. Значит, производитель дает гарантию на автомобиль 5 лет и 150 тысяч км. Когда-то этим очень сильно подкупали KIA. У всех 100 тысяч, немцы начали его все там делать 2 года, либо 100 тысяч пробега. Здесь же 5 лет и 150. Покупая его новым, как правило, люди, кто берет первый автомобиль новым, это как раз 3-5 лет владения. Что с ним будет дальше? Вот здесь вопрос даже больше к другому, знаете, вот прям можно наложить такую мрачную музыку. Неизвестно, что будет дальше с курсом доллара, как он вырастет. Неизвестно, что будет с ценами на новые автомобили. Вы вдумайтесь, вот полтора миллиона китаец сегодня стоит. Сегодня некоторые автомобили, там, японцы, немцы, они просто стоят уже по цене квартиры. Но на самом деле можно купить либо квартиру в Москве, либо трехкомнатную квартиру в области, либо дом здоровый, либо же какой-нибудь X5, который мы совсем недавно здесь снимали. То есть, что будет дальше? Здесь вот как бы вопрос больше к ценам. Касаемо мотора, вот интересная позиция человека. Он отмечает, что да, трехцилиндровый, но при этом он гнался зачем? Что был небольшой расход топлива, что, собственно, этот мотор дает. И при этом, согласно паспортным данным, притопив педаль в пол, 7,9 должен поехать. Но ты пока еще особо на нем не гонял. Ну, притапливал, но не совсем. Ну, по динамике ощущается? Ну, это небо и земля, конечно. После Kia Rio? Вообще, да. А вообще, в целом, когда пересел на автомобиль, вот этот интерьер, ты, по сути, у тебя была и Rio в какой комплектации? В дорогой или в средней? Тоже предмаксимальной. Предмаксимальной. То есть, по сути, сегодня предмаксимальная комплектация Rio стоит в районе, там, миллиона рублей. Да. Ты доплатил 500 тысяч сверху, но получаешь уже такой паркетничек с передним приводом. То, что передний привод не смущает? Нет, я как раз именно это и рассматривал. Как бы задний привод мне не нужен, потому что нужно доплачивать. И передний привод именно меня устраивал полностью. Смотри, такой интересный вопрос. Очень часто люди спорят о том, ну, хорошо, сегодня ты купил, катаешься, а что с ним будет там через 5 лет, как ты его будешь продавать на вторичке? Вот тебе, владелец, такой вопрос. Тебя это как-то волнует, переживаешься за это? Даже такой вопрос мне не интересовал, потому что, как бы, машину я покупал для себя, а не для того, чтобы кому-то ее продать. Я поднимаю информацию из открытых источников, потому что в нашей стране, как я сказал, автомобили совсем недавно начали продаваться. Больших отзывов по автомобилю нету. Вообще, в целом, тяжело найти отзывы у владельца. Сейчас люди некоторые покупают, снимают, начинают, но пробеги еще не такие большие. А так, этот мотор, в частности, ставился на Volvo XC40, поэтому по Европе можно найти следующее. Пока основная масса жалоб на зарубежных форумах связана с расходом смазки. Раз. Еще советуют каждые 60 тысяч км мыть топливные форсунки, или они будут сбоить. Ремень ГРМ меняется раз в 120 тысяч км, но стоит помнить, что клапана здесь гнет. Три. И четвертое. Также периодически встречаются течи сальников, либо из-под клапанной крышки. Поэтому здесь мы останавливаться не будем, так как некоторые скажут, говно, ненадежно, страшно, лучше взять проверенную Крету, Селтас. Хотя Селтас, как мы помним, там на тест-драйве отвалилась коробка. Но мы с вами идем дальше. Когда ты купил автомобиль, ты показывал его отцу, ты показывал его друзьям, ты показывал его, естественно, жене. Как вообще все отнеслись к автомобилю к покупке? Друзья, как бы родственники, от них эмоции тоже получаешь. Но уже все равно ожидаешь, что они за тебя рады. Поразило внимание именно простых людей, прохожих, автовладельцев, которые, грубо говоря, просто шею сворачивали. И к тебе частенько подходили, спрашивали, что это вообще за машина. Подходили, да, даже подъезжали, останавливались, выходили из машины, смотрели, что это, блин. Ну, они были, мягко говоря, в шоке. Какой здесь салон, какой сам дизайн автомобиля. Ну, они не ожидали просто от китайцев такого. Когда речь идет про укомплектованность автомобиля, вот здесь важно просто понять соотношение цена автомобиля с опциями. Вспомните абсолютно любого японца, корейца, про немца, я вообще молчу, там отдельная история. Но там для того, чтобы получить ряд фишек, это нужно отдать просто бешеные деньги. Здесь же вы получаете бесключевой доступ, пожалуйста. На кнопочку нажали, у вас дистанционный автозапуск, он уже предустановлен. Такие фишки, как диодная оптика, да я про это просто молчу. Ты присаживаешься в автомобиль, у тебя цифровая приборка, у тебя здоровый дисплей, он красивый, он четкий, он детализированный. Вы действительно получаете какое-то качество. У вас есть приятный салон, ну, посмотрите на него. Да, вы скажете, это там фуфил, да поменяй тут логотип с этого Джилина, какой-нибудь Кадиллак, уже будет по-другому смотреться. Все равно, то есть, они стараются, они прорисовывают. В вечернее время там идет контурная подсветка, тут есть дополнительные ниши, куда можно убрать телефоны, там зарядки. В общем, автомобиль многофункциональный, здесь даже изначально уже установлен видеорегистратор. То есть, ставишь флешку, все, с передней камеры он будет тебя собирать изображение. Поэтому здесь фишек, на самом деле, по автомобилю много, при этом, допустим, там открыть багажник с кнопки не получится. Нужно будет открывать его вручную. Ну, такие вещи, как бы, где-то плюсы, где-то минусы. Я офигел именно от заднего пространства. Когда присаживаешься в автомобиль, там действительно очень много места. Вот вы посмотрите, как я сижу, я сажусь сам за собой. У меня ноги вообще не упираются здесь в достаточное место. И самый прикол, вот я частенько на это обращаю внимание, спинка здесь стоит под таким углом, что реально удобно сидеть. У меня нет желания ее откинуть назад. Вот я сел, у меня есть подлокотник. Я сижу действительно комфортно. Высота надо мной достаточно. Особенно можно открыть до конца панорамную крышу. И ты будешь сеть наслаждаться. Вот в этом плане, я действительно говорю, я просто в шоке. У тебя подогрев. Естественно, задний диван, он складывается. А владелец ростом пониже меня, соответственно, у него сиденье изначально было дальше отодвинуто, ближе к рулю. Здесь место для детей будет просто вагон. Вот, ну, возможно, смотрите, такие моменты, когда ты выходишь из автомобиля, будет где-то неудобно. Но в целом это уже нужно эксплуатировать, смотреть, что скажут дети или те, кто катаются сзади. Серый, расскажи, пожалуйста, в любом случае перед покупкой ты читал и, по крайней мере, пытался находить отзывы, подчеркиваю, именно владельцев автомобиля. То, что китайцы говно, про это, как правило, могут сказать те, кто никогда их не покупал, не тестировал, не катался. Что пишут владельцы? Ну, конкретно в этом автомобиле еще не собрали достаточной информации. Есть там какие-то даже отдельные каналы по конкретной марке, кто купил этот автомобиль. Но все довольны. Ну, какие-то косяки всплывают по машине? Даже нет, я ничего не нашел. Друзья, покажет время. Машина действительно новая, то есть буквально полгода машина продается на нашем рынке. На сегодняшний день, я думаю, это еще даже будет сложновато, прийти, купить машину с точки зрения того, что спрос постоянно на китайцев реально растет. Кто бы что ни говорил, с каждым днем, с каждым месяцем. Поэтому докопаться до любого автомобиля можно. Не забывайте о том, что у нас сегодня YouTube развит, люди уже завели канал и снимают, показывают про этот автомобиль. Владельцы снимают свои дневники про машины, будут показывать, рассказывать, как она у них там со временем сыпется, либо не сыпется. Но не забывайте о том, что даже на дорогих тачках уже люди показывают, где там Мерседесы по 20 миллионов, у них кривая строчка, не так пошита, у них глючит мультимедиа. То же самое я вам могу рассказать, показать, вот у меня у знакомого BMW 7 серии, новая. У него приборка там периодически глючит, то есть она у него слетает, как на китайском автомобиле, хочется прямо сказать. Засрать машину можно любую. Читаяц. Девять раз я в тот раз назвал их читайцами, когда речь была про ховал. Все, сразу на меня накинулись, как ты смеешь оскорблять, читается, так нельзя говорить. Спойлер. Это стандартный спойлер, в более продвинутой версии, но спортивной. Он будет еще массивнее и смотрится он действительно симпатично. Тут, конечно, на вкус и цвет кто-то скажет, китайщина, зачем это нужно? Вот опускаемся вниз, что мы видим? Да, у нас идет диффузор, у нас раздвоенный выхлоп. Здесь два патрубка и там два патрубка. И это все идет с завода, и это не фальш-выхлоп. Это все по-настоящему сделано. Друзья, люди платят за это деньги на BMW, чтобы такое сделать. Ты должен бабок отдать, чтобы тебе раздвоенную выхлопную систему сделали. А здесь у тебя идет уже все с завода. И самый прикол в том, что заявленный разгон у этого автомобиля 7,9 секунд. Мы передвигаемся со скоростью 60 км в час. И я вам скажу так, что вполне комфортно. Не сказать, что машина какая-то шумная. То есть для города она будет подходить идеально. Ты передвигаешься, ну тихо. То есть нет никакого шума. Вот смотрите, машины сейчас мимо проезжают. Нормально. Нормально. Друзья, на некоторых тачках ты едешь, это гораздо шумнее. При этом здесь обычные стекла никакие не двойные. То, что машинка турбовая, то, что машинка теговитая, это действительно ощущается. То есть не нужно протапливать педаль в пол для того, чтобы там с ноля набрать 60. Ты просто аккуратненько нажимаешь, она разгоняется. Это важно. Мы тестировали и попроще автомобили. Вот там отдельная история. Там, чтобы разогнаться, нужно жать в пол. А, соответственно, когда ты начинаешь топить, машина начинает орать. Но это дискомфорт. Вот целый день, помню, мы катались на этом МИДО. Ух, блин, голова. Ну, действительно, болит. Потому что хочешь разогнаться, газ в пол. Бууу. Орет здесь. Ты сидишь просто как человек. Есть всякие фишки. Вот, например, подголовники. Я читал, что они слегка наклонены. Это отголоски Вольво. Потому что сделано так, для безопасности. Якобы при ударе так, в общем, больше шансов сохранить свое тело невредимым. А так ты сел, музыку включил. Навигация. По идее, можно подключить телефон, сделать сопряжение. У тебя будет навигация. Дублируешь то, что происходит на экране. По обзорности вопросов ноль. Ты едешь. Ну, действительно, у тебя симпатичная, стильная машина. Вот тем, у кого есть стереотипы, типа, блин, ну это китаец. Вам, вот парни, чао-пока. Тем, у кого стереотипов нету, кто спокойно относится, кто понимает, кто считает свои денежки за полторашку, вот такую тачку, с таким набором опций, с гарантией 5 лет и 150 тысяч км. Как это? Ссылка будет в описании, блин. Переходите, покупайте. Ну, на самом деле, мне лично автомобиль, вот на всех этапах, все, что мы сегодня снимали, смотрели, мне все понравилось. Ё-моё, ё-моё, ты покажи вот сюда. Просто включаешь поворотник, он мне сразу прорисовывает меня, что происходит спереди, сзади, сбоку. Блин, друзья, ну это вообще пушка. Дагазку в пол. Мы в режиме обычном D едем. Задержка есть, но при этом, смотрите, я притапливаю в пол, рева нет у мотора. Это важно. Это комфорт. Это в первую очередь комфорт. Турбовые моторы в этом плане, конечно, всегда приятно. Так, режим спорт. Вот у нас меняется приборная панель, и по идее, как владелец говорит, должен руль стать... Вот, реально чувствуется. Он становится более наливным, тяжелым. Ну, давайте с ноля. Раз, два, три. Опачки, сработала курсовая устойчивость. Поскакала, поскакала. 60, а 70, а вот, а 90. Ну, 100, 100 мы разогнались, но я не думаю, что здесь 7,9. По ощущениям, где-то секунд 9 в реале. А так, на самом деле, нужно вешать RaceLogic, нужно машину обкатать, и после этого уже смотреть, какие показатели она покажет. Лежачий полицейский. Нормально. Ну, новая машина, и мы не на большой скорости его проезжаем. То есть, вот чуть-чуть. Оп. Ну, скорее всего, вот, подпрыгивать будет только задний владельц, потому что даже по багажнику вижу то, что там происходит движение в силу того, что у нас подвеска задняя торсионная балка. Это отдельный минус этого автомобиля. Именно для заднего пассажира. Да, это дешевле, да, это проще. И по конструкции, но вот для комфорта не просто так на автомобиле классом выше всегда ставят многорычажку. Посмотрите, как здесь сделано. Вы вспомните, на корейцах они вот такие дисплеи стоят. Здесь он тоненький. Вот так вот визуально ты сидишь, смотришь, он сделан красиво, рамка. Он практически по корпусу идет. Ну, как планшеты там современные идут, у них есть там рамка небольшая. Но не так, что как вот у некоторых дисплей здоровый, включаешь его, а там такой квадрат небольшой. Хочешь, чтобы вовсю было платить дополнительно денег. Я давно хотел поснимать китайцев, но понимал одно, что они сейчас приходят на рынок, их многие снимают. Постоянно комментарии серии, это все за бабку, проплаченный обзор. За бабки, а не за бабку. Проплаченный обзор. Ну, покатайтесь сами. Вот сегодня я получаю удовольствие. Действительно, обычно так вот про машину, да, лесно, я отзываюсь. Бэха, Ауди, там, Мерседесы бывают. Но вот здесь, блин, друзья, уровень, реально уровень. Да нет, нормально, слушай. Ну, вот так вот для своих сил. Но, конечно, приврали. Однозначно приврали. То есть, как бы здесь точно не 7,9. Хотя, со временем, возможно, поедет лучше. Нужно ее, конечно, обкатывать. И вот что удивляет, что вот по эргономике я пытаюсь к чему-то придраться. Например, подлокотник, да, на своем месте. Это ладно. Но чаще всего, покажи, пожалуйста, коленку. Очень часто бывает так, что вот эта часть, да, консоль, она идет ближе к коленке. И, соответственно, когда ты едешь, ты постоянно в нее упираешься. А на многих машинах, на корейцах, да и вот на том же самом, вот этом китайце, она жесткая. То есть, если упираться ногой на дальнее расстояние, то будет дискомфорт. Это мелочь. Но ты это почувствуешь на дальнее расстояние. Здесь такого нет, потому что прям буквально сантиметра не хватает. Я еду, я развалился. Но я не упираюсь с нее. То есть, вот один сантиметр, но он решает все уже комфортнее. Многих людей волнует вопрос краш-теста. Да, хороший вопрос. Безопасность превыше всего. Дождемся, посмотрим, что будет. Соответственно, многих людей волнует, что будет, если я попал на этом автомобиле в легкое ДТП. Ну вот разбил там себе морду. Что будет, когда привезут запчасти? Вот это хороший вопрос. Потому что сегодня, когда вы придете покупать новый автомобиль, если его нет в наличии, вы задаете вопрос менеджеру, а когда он будет? Да хрена узнать. То есть, у них не налажена система сбыта. Они производят автомобили, привозят их, их тут же скупают. Их реально быстро скупают. Но при этом, какого-то внятного ответа, что ты можешь заказать машину, она там через 4 недели, к примеру, вы не получите. В этом плане у них огромный минус. Вот вам, парни, и китаец. Год, два, три назад все смеялись. Китаец, да кому он нужен? Да нафиг это надо? Вспоминают себе все время какие-то гниющие старые автомобили. Сегодня на тебе картина, а? Поэтому здесь выводы простые. Тачка за свои деньги. Однозначно класс. Единственный вопрос, конечно, к тому, что не хватает полного привода. И вопрос к линейке моторов. Что он один, и ты выбираешь. Либо он, либо совсем другая машина. В общем, друзья, переходите в комментарии. Пишите ваше мнение. Мне действительно интересно почитать, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До скорых встреч. Всем пока-пока.